Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, предлагаю вам текст Священного Писания, Псалом 91, 14, 15 и 16 стихи. Псалом 91, 14 стиха. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в Нем. Для чего христиане посещают церковь? Я думаю, что когда-то вы слышали этот вопрос, который задавали лично к вам. Я помню, много лет тому назад мы с молодежью планировали поездку, это была где-то часов 6-7 дорога, и мне пришлось на работе отпрашиваться, чуть раньше уехать, для того, чтобы успеть в этой поездку. И когда вернулся мой работодатель, который работал, он спрашивал, куда вы ездили, почему? Я объяснил, что мы ездили в церковь на посещение. Говорит, как далеко это было? Говорит, ну где-то 7 часов. Говорит, а сколько вы там были? Два часа служения. Туда 7 часов, назад 7 часов. Два часа там. Зачем? Братья и сестры, для чего христиане посещают церковь? Тема моей проповеди сегодня. Вы знаете, это очень важный вопрос. Если у нас нету ясного ответа для себя, как верующих людей, очень трудно будет дать ответ другому человеку, который нам задаст, правда? Это первое. Второе. Если у нас нету ясного понимания, для чего я посещаю церковь, для чего я сегодня сюда пришел, сижу сейчас на этом месте, если нету. Я думаю, что существует очень много искушений отнестись к этому вопросу, ну так себе. И найти много-много извинений и причин, чтобы не всегда приходить в церковь. Нерегулярно, правда? Потому что нету ясного понимания, для чего я здесь нахожусь. Согласитесь, что мы живем непростое для христиан и для церкви время. С развитием технологий, с возможностью сегодня, не уходя из дома, в привычном своем кресле, даже можно взять чашечку кофе, открыть любую понравившуюся нам церковь и смотреть ее, как мы называем, онлайн. Очень популярным стала сегодня как бы виртуальная церковь. Очень удобно. Не нужно никуда ходить, не нужно никого обременять. Никто тебя не спросит, ты никому неудобств не причинишь, не заболеешь. И то, что ты слышишь и видишь, если тебе не понравится, очень легко. Никто переключил на другого проповедника, правда? И этот не понравится. В течение двух часов можно брать сестры очень много. Увидеть и услышать. И даже деньги через PayPal передать. Вы знаете, история страны, в которой мы живем, она имеет свою статистику, свою историю. Не всегда так было, как сегодня происходит в жизни христиан, в стране, в которой мы живем. Вы знаете, история этой страны говорит, что в 1937 году более 70% этой страны каждое воскресенье люди посещали церковь. Более половины страны посещали церковь. В 1946 по 1964 год это число было около 50%. С 1980 по 1996 года этот процент сократился до 36. Но начиная с 2000 года количество людей, которые живут в Соединенных Штатах, стремительно падает. Количество людей, которые посещают, братья и сестры, статистика взята о воскресном утреннем служении. Один раз в неделю стремительно падает. Если взять статистику Европы, катастрофическое положение. Люди перестают практически посещать церковь. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы вы немножко вспомнили историю нашу. Может, у кого-то ностальгия появится. В то время, когда мы жили там. Вспомните вашу неделю, как она проходила. Вспомнили, братья и сестры? Практически каждая семья, она, можно сказать, жила в церкви, правда? Вся жизнь, по сути дела, она была связана с церковью. И в тех, представьте, условиях, когда нужно было долго-долго идти, то немножко ехать, если получится, а потом снова идти, чтобы успеть на утреннее собрание занять место. А после утреннего собрания были еще какие-то, наверное, служения, встречи. А потом было вечернее собрание. А потом после вечернего собрания были спевки хора. И на неделе было так. В молитвенной собрании, помните, братья и сестры, и все это было, и жизнь как-то она была по-другому. И дети росли. И было, я считаю, большое благословение, несмотря на те условия, ограниченные возможности. Где-то не давали, не пускали. Воскресные школы, Рождество, и все это было в очень ограниченном. Но я думаю, что как-то было по-другому. Вот внутри, в сердце нашем, друг с другом, в церкви, а прежде всего с Господом, было по-другому. Братья и сестры, я говорю об этом не для того, чтобы, знаете, как-то умолить кого-то, огорчить кого-то, или чтобы просто мы вспомнили как-то ностальгию, знаете, вызвать. Нет, братья и сестры, я говорю о том, чтобы сегодня могли просто честно для себя, как верующие люди, дать ответ, почему я лично хожу в церковь. Интересно, я думаю, что зачастую вот посещение церкви в нашей жизни, это просто внешнее отражение внутреннего состояния наших отношений с Богом. Это просто показывает то, что происходит в нашей жизни, я так думаю. Кто-то сказал, знаете, интересную такую вещь. В церковь Христа не приходят, как приходят на работу или в гости. Церковью Христа являются. Церковью Христа являются, как частью большой семьи, как организма живого, соединенным своим Господом. Церковь Христа не приходит. Церковью Христа являются. Согласитесь, в семью не надо приходить, это моя семья, это мои братья и сестры, это мои родители, дедушки, бабушки, это родственники. Братья и сестры, семья – это не всегда праздник, не всегда день рождения. В семье и болеют, в семье и ссорятся, в семье мирятся, плачут, но все равно в семью возвращаются и в семью ходят. Поэтому, братья и сестры, я думаю, заставить верующего человека посещать регулярно церковь не имеет никакого смысла, братья и сестры. Это может быть, знаете, вызвать какое-то эмоционально как-то немножко человека побудить, я думаю, не больше, чем на следующее вечернее собрание. Как вы думаете? Вы знаете, вообще, когда я смотрю в Новый Завет, Священное Писание таким образом, говоря о жизни церкви верующих людей, нигде как бы не заставляет или предупреждает, смотрите, верующие, не будете ходить, будет то, что в Германии случилось. Абсолютно нет, братья и сестры. Священное Писание таким образом строит, помещает спасенного, возрожденного человека в эту среду, в эту семью, и просто показывает, вот он здесь. Это необходимость, это потребность, это его жизнь, это его сущность. Я нашел текст Священного Писания, очень прекрасно, как бы иллюстрирует или показывает, очень вдохновляющий текст. Я хотел бы очень кратко, чтобы посмотрели вместе на него. Только в послании к евреям, апостол Павел, 10 глава, в 24-25 стихе он говорит такие слова, «Будьте внимательны друг к другу». Вот прислушайтесь за, как апостол Павел это делает. Он сразу обращает, говорит, знаете, будьте внимательны кому? Друг к другу. Как мы в семье говорим, понаблюдай за братишкой, понаблюдай за сестренкой, папы, мамы нету, смотрите, чтобы ничего не случилось. Будьте внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. И следующий 25 стих говорит так, «Не будем, Павел говорит, оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга». Для чего? Тем более, что чем более усматривается приближение дня онного. Была проблема тогда, была проблема и тогда. Обратите внимание, Павел предупреждает, говорит, «Не будем оставлять своего собрания, потому что у некоторых это стало обычаем». Вот интересный, да, обычай. Приходим к человеку, спрашиваем, «У вас есть какой-то обычай в церкви?» Есть. Какой? Собрание не ходим. Говорит, не делайте этого. Это плохой обычай. Обратите внимание, увещевать друг друга. Вот это слово «увещевать» имеет еще синонимум. Ободряйте друг друга. Для чего? Христос скоро придет, дорогая церковь, братья и сестры. Кто слышит сегодня в церкви, кто слышит в прямом эфире и будет слушать, кто удобно сегодня остался дома. По разным причинам, братья и сестры, это прекрасно, когда есть прямой эфир, когда есть запись, когда можно посмотреть это дополнение. Для тех, кто не имеет возможности по разным причинам, церкви нету, заболел человек, в немощи, в старости находится, и мы это понимаем, братья и сестры. Я хочу сегодня обратиться к живым, имеющим здоровье, силы, молодым. Братья и сестры, давайте вместе попробуем ответить для себя вопрос. Для чего христиане посещают церковь? Причин очень много, очень кратко, время не позволяет нам, приведу только несколько, на мой взгляд, очень чрезвычайно важных причин, почему я хочу быть здесь. Первое, самая главная причина заключается в том, что церковь принадлежит кому? Христу. Самая главная причина, братья и сестры, заключается в том, что я хочу быть здесь вместе с вами, потому что церковь принадлежит Христу. Идея создания на земле церковь, которая будет находиться на земле определенный период времени, не всегда определенный период времени. Это время, Павел говорит, скоро заканчивается, приближается день онный, когда Господь заберет церковь. идея создать на земле церковь, которая будет находиться географически на всех материках, по всему лицу земли. Идея создать церковь, которая будет представлена не в виде зданий, а в виде собрания живых людей, потому что слово церковь – это екклесия. Это собрание, обратите внимание, не просто собрание, а собрание избранных. Екклесия, когда Бог говорит, Бог взял и избрал этого мира, группу людей, и говорит, «Вы церковь!» И Христос сказал, «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Одного человека легко одолеть. И сатана сегодня это делает. Изолированного человека, независимого человека. Да мне никто не надо, я не хочу туда ходить. Там, знаете, сколько всего. И осуждает, и недостатки, и постарания такие, невнимательные, и меня никто не любит, и вообще там делать нечего, друзья. Мы сегодня слышим это постоянно, друзья. Но Христос сказал, что идея независимости, модель самодостаточности, модель, которую сегодня многие используют, это не библейская модель, это не Христа модель, это может быть ваша личная. Поэтому Христос на земле создает церковь, которая будет находиться в определенное время, в определенный период истории, в определенных местах, и будет представлять собой разную группу людей. Большие церкви, маленькие, совсем маленькие группки. И там будет Христос. Братья и сестры, и очень важно, когда мы смотрим в Писании, как Христос относится к этой церкви. Чрезвычайно важно. Братья и сестры, он не просто сказал, ну вот, я создал церковь, пройдет определенное время, и я заберу ее. Посмотрите внимательно, как Христос относится к своей церкви. Он предал себя за нее, то есть он умер за эту церковь. Он пришел на эту землю, чтобы создать церковь. Он любит ее, он заботится, он взращивает, он хранит ее. Пятая глава послания Ефесина. Прочитайте внимательно, как Христос относится к своей церкви. Что Господь приготовил для церкви вечности, и что ожидает церковь со Христом вечности, братья и сестры. И тогда возникает вопрос, как же не стремиться в то место, где находится Христос, и Он создал это место для себя. Как мне не стремиться туда, в которое создал сам Христос. Помните, третья книга царств, 9 глава, 3 стих, Ветхий Завет. Бог говорит о храме, который создал Он, для того, чтобы пребывать там. 3 стих, и сказал Господь, я осветил сей храм, вторая часть стиха, я осветил сей храм, который Ты построил, чтобы пребывать имени Моему там вовек. И обратите внимание, и будут очи Мои, и сердце Мое там во все дни. Удивительные слова. И если Бог пожелал быть с народом в одном определенном месте в храме, братья и сестры, если Бог пожелал быть с этим израильским народом в одном определенном месте, в этом храме, как мы прочитали, то, говоря о церкви, как о верующих, собранных в разных местах, в больших и маленьких зданиях, на природе, где-то под открытым небом, братья и сестры, у нас ставило очень драгоценное обещание для верующих Нового Завета. Я бы хотел, чтобы мы сегодня его просто положили в своем сердце и внимательно посмотрели для себя. Слушайте эти слова Иисуса Христа, обращенные к верующим Нового Завета. 18 глава Евангелия от Матфея, 20 стих. 18 глава, 20 стих, Евангелие от Матфея. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, кто присутствует посреди них? Христос говорит, Я посреди них. Поразительные слова, братья и сестры, это величайшее обетование, которое часто мы слышим, знаете, когда? Когда вот приходят вечером или в другие молитвенные, может быть, служения, очень мало людей. Служители аж понимают, заботятся, видят, знаете, где-то внутри томятся, переживают, как-то ободрить вот эту горстку людей. Говорят, братья и сестры, Смотрите, Христос говорил, Где двое или трое собраны, там Я. А нас же больше. Братья и сестры, это правильные слова. Мы так действительно, служителям, говорим. Братья и сестры, этот стих, я думаю, нуждается в таком глубоком анализе и понимании того, что сказал Христос. У нас нет времени, но сейчас я хочу обратить ваше свое внимание на то, почему мы должны быть в церкви. Потому что Христос будет там. Братья и сестры, только вдумайтесь в эти слова. Там Я посреди них. Вы знаете, когда размышлял об этом тексте, вот не могу понять до конца всю эту глубину величия Господа. Что побуждает сегодня прославленного Христа, который находится одесную Отца? Так написано, Он одесную Отца. Что побуждает Христа сегодня через Своего Духа Святого приходить в реальность нашего времени, пребывая в разных, самых, может быть, маленьких, где собирается маленькая группа сегодня людей, наполнять их сердца, пребывать посреди них? Пресестры, что побуждает Христа? Вы знаете, есть одна очень веская причина. Христос дает ответ. Если эти несколько человек собираются во имя Мое и ради Меня там Я буду среди них. Как вы думаете, у вас веская причина? Если несколько человек собираются во имя Мое ради Меня, Христос говорит, Я буду среди них. Когда мы приходим на день рождения, человеку, которым отмечаем день рождения, братья и сестры, он где должен находиться? Ради него собрались. Было бы странно, пришли на бракосочетание, молодых нету, ради них собрались, а их нету. Поехали фотографироваться или в Ханимун раньше уехали. Так не бывает в жизни, братья и сестры, так не бывает у Бога. Христос говорит, Я должен находиться там, потому что, видите, эти люди, они собираются для того, чтобы прославить Меня, помолиться Мне, поблагодарить Меня. Это очень интересный, братья и сестры, стих, и вот это выражение, оно единственное в Новом Завете. Оно единственное, вот это словосочетание вот этих слов, там Я посреди них, оно единственное во всем Новом Завете. Где двое, там Я. Есть, просмотрел некоторые тексты, братья и сестры, есть еще один текст Священного Писания, уникальный, удивительный. 17 глава Евангелия от Матфея, первосвященническая молитва Христа. Христос молится Своему Отцу Небесному. И Христос молится и говорит следующие слова. «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною. Для чего? Да видят славу Мою, которую Ты дал Мне». Сегодня Христос пребывает среди тех, которые собираются во имя Его. Но придет время, и Христос пожелает, чтобы те, которые собирались на земле во имя Его, были там, где Он пробывает с Отцом сейчас. Ему не хватает церкви, Ему нужна церковь, потому что Он ее создал, Он ее возлюбил, Он за нее умер, Он ее ведет, хранит, оберегает, и Он ее заберет, братья и сестры, когда придут бедствия и наказания этого мира. И Он прославит его, чтобы видели славу, и будет это пребывание во веки веков и навсегда. Это очень важная причина быть в церкви, братья и сестры. Я не знаю, как это происходит, но если мы приходим, братья и сестры, просто для того, чтобы посмотреть, для того, чтобы просто пообщаться, потому что надо, неудобно как-то. Не делайте этого, братья и сестры. Не будет цели, не будет никакого смысла, не будет никакого результата. Просто будет формально. Поверьте, Бог это видит в сердце нас, наше. Вторая причина, почему христиане хотят и могут и должны быть в церкви, заключается в следующем. Это библейское понимание природы церкви. Или ее сущность. Что представляет из себя церковь Нового Завета? Как мы уже сегодня отмечали, церковь это не здание, где собираются люди, это не организация со всевозможными структурами, программами для взрослых, для молодежи, для детей, для людей разного возраста. Это не это, братья и сестры, не об этом. Церковь это живой организм, который имеет над собою голову. Я говорю библейским языком, церковь это тело Христа. Буквально об этом Писание говорит, потому что природа церкви, вот ее сущность именно такова. Когда мы читаем послание Ефесиным, первая глава, 22, 23 стих. Павел говорит так, и все покорил под ноги Его и поставил ее выше всего главою церкви, которая есть что? Обратите внимание в 23 стих, которая есть что? Есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Есть глава, которая на небесах, есть тело на земле, тело Его. И это тело, братья и сестры, одно, немного тел, не нужно думать, что много в церкви Христа, у Христа одна церковь и одно тело, но Павел говорит, что в этом теле есть много членов этого тела. Обратите внимание, послание Коринфяна, 12 глава, 12 стих, Павел говорит так, ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. 14 стих, тело же не из одного члена, но и из многих. Сегодня мы говорим, почему христиане находятся в церкви, почему христиане хотят, желают быть в церкви, потому что в день спасения, в день нашего возрождения, братья и сестры, Господь не только простил нас, не только усыновил, не только записал в книгу жизни имя, не только оправдал нас, братья и сестры, Он погрузил, потому что крестить, буквально погружение, погрузил верующих людей в тело Христа, соединил их с главою, и соединил друг с другом, невидимыми, но вечными связями, взаимоскрепляющими, соединяющими, для того, чтобы они могли быть, как одно тело. Братья и сестры, это сущность, это определение. Вот мы правильно должны говорить, что христиане, они не ходят, они являются церковью, они являются телом Христа. Это Божие действия в жизни каждого возрожденного, нормального христианина, который принял его условия спасения и хождения. И вот последующие стихи этой главы Павел показывает, братья и сестры, как живет это тело. Мы хорошо знаем эту главу, эти тексты, помните? И главная мысль, хочу остановиться на главном мысли, Павел в этой главе говорит следующее. Он говорит, что это тело, эти члены тела не могут быть друг без друга. Вот вдумайтесь в эти слова. Члены этого тела, они не могут просто друг друга быть, потому что Павел говорит в 15 стихе, если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Немножко ирония есть, да, Павел говорит, абсурд, не работает так, не получается, ты не можешь так сказать. И дальше он вновь и вновь говорит, показывая вот эту главную мысль, не могут просто по определению, по природе, по сущности своей, по замыслу Бога. Это была проблема в коринфянской церкви, это была проблема на протяжении всей истории христианства, это проблема сегодня многих братья и сестры, не исключение наше время. Павел тогда уже в послании к коринфянам говорил, 1 глава 12 стих 1 послания, говорит, я понимаю то, что вы говорите, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. И он говорит в 13 стихе, разве разделился Христос вопросительный знак? Говорит, коринфы, не остановитесь, вы не Павлы, вы не Аполосовы, вы Христовы, вы принадлежите Христу и принадлежите вместе друг к другу. Как это важно. Братья и сестры, нужно обратить внимание, что тело Христа это еще не прославленное тело. Это еще не прославленное тело. это тело, которое подвержено болезни, страданиям, конфликтам, постоянным искушениям. Оно не прославленное. В этом теле происходят определенные процессы. Но это тело Его. Это тело Христа, которое Он создал для того, чтобы формировалось, созидалось, и которое не может без Христа и друг без друга. Братья и сестры, простой пример. Посмотрите просто на свою руку вашего тела. Простая рука, пять пальчиков. Каждый палец имеет свою функцию, свое назначение. Питается кровью, кислородом. Нервная система делает свое дело. Связи обтянута кожей. Братья и сестры, попробуйте ваш мизинец перевязать резинкой или может быть туго-туго ниткой хотя бы на одну ночь или один день. Есть опасность потерять, правда, палец, потому что она будет изолирована, не будет поступать кровь, кислород и многие вещества, что живет. Всего лишь маленькие, друзья. Какую же ошибку сегодня делают многие христиане, братья и сестры, которые создают свою модель, собственную модель. Да мне там что там ходить к вам? Там такое. Да, там такое. Но это тело Христа. Это Он создал. И Он никогда, братья и сестры, не пропускает собрания. Постоянно, где собираются в любом месте двое или трое, Он говорит, у меня есть веская причина, они ради меня пришли, я обязательно буду там. А когда придет время, там, где я, и они, эти люди, будут со мною. Братья и сестры, тело растет только благодаря тому, что оно соединено с главою и друг с другом. При всех возможностях науки современной невозможно. Маленькая даже клеточка нашего тела могла как-то независимо существовать, согласитесь. растет тело только благодаря, что оно соединено с главой и соединено друг с другом. Это очень важно. Когда мы смотрим на жизнь первоапостольской церкви, братья и сестры, интересная картина. Господь спасает, начинает язычников спасать, не только иудеев, язычников спасать. И собираются многие разные люди, у которых своя культура, свои привычки, свои традиции, свои много, язык, очень много разных людей собираются вместе в одну церковь. И знаете, характерным словом можно как бы охарактеризовать одним словом вот состояние вот таких вот этой церкви. Одним словом. Они были вместе. Вот читаешь Яния апостола и находим, они всегда были вместе. Они всегда находились вместе в учении, в молитве, в преломлении, в общении. Они всегда находились вместе. Разные по возрасту, по социальному положению, по многим-многим разные-разные. Но Христос их соединил Духом Святым. Написано, поил одним Духом, погрузил и говорит, будьте вместе. Это мой замысел, это путь, это тот процесс, который необходим. Я допускаю скорби, переживания, конфликты, непонимания. Просмотрите, братья и сестры, историю церкви на этой земле. Сколько страданий, сколько горя, сколько отступлений, казалось бы, вообще, что смотреть. Но Бог ее созидает, Бог ведет, Бог хранит, преображает, спасает. Нету на земле абсолютно идеальной церкви, в котором было все идеально поставлено, друзья. и даже если придет туда идеальный человек, не получится. Третья причина, почему христиане посещают церковь и собираются для этого, очень важно, братья и сестры, очень коротко остановлюсь, для поклонения истинному, живому Богу. В 4 главе Евангелия Теана Христос беседует с женщиной, помните, самарянки, преподает ей очень важные истины, изменяет ее жизнь, ее сердце, изменяет ее личную жизнь и потом говорит ей очень чрезвычайные важные слова о том, что Бог на земле занимается поиском, Он ищет в себе особых людей, поклонников называют, которые будут поклоняться не в Иерусалиме, не на горе, но будут поклоняться Богу в духе и истине и таких поклонников Бог ищет себе. Братья и сестры, мы видим, что в Писании, когда Бог создавал на земле свое жилище сначала скиния, потом храм, потом церковь, Бог обозначил для чего. Третья книга Царств, 9 глава, 3 стих. «Чтобы пребывать именем моему там вовек». Мы уже об этом с вами сейчас говорили, да, где двое или трое собранного имя, мое там я посреди них. Но также мы видим из Писания, что там, где Бог собирает свой народ, там происходит особое действие. То, что Писание называет, это поклонение. История Ветхого Завета израильского народа, братья и сестры, она очень отличается, его практика поклонения. Там жертвоприношения, там фимиам, там происходит совершенно другое, в Скини, потом в храме, величие, там что-то было потрясающее, братья и сестры, но сущность не меняется. Бог желал, чтобы приходящие в то место, где Бог определил для народа, в Скини, в храме, в церкви, имели определенное состояние сердца, сердце, которое поклоняется Богу. Сердце, которое поклоняется Богу, братья и сестры, думали ли вы об этом глубоко и сердечно для самого себя? Воскресное утро вы встали, приготовились, помылись, собрались, Господи, я еду. Чем сердце занято, чем разум? Чем занимаемся, когда пришлись сюда? Сосредоточено ли сердце наш разум, наши мысли на нем? Формы поклонения братья и сестры на протяжении и Ветхом Завете, на протяжении истории церкви различные, как я уже сказал, но суть от этого, братья и сестры, не меняется. Интересно, в Псалме, Псалом 47, 10 стих показывает очень важный текст Писания, показывает, для чего люди собираются, обратите внимание, говоря уже о церкви, Нового Завета, говорит, автор этих слов так, мы размышляли, мы размышляем, Боже, Псалом 47, 10 стих, мы размышляем, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма. Мы не просто пришли рассматривать, наблюдаем, анализируем, делаем какие-то замечания, критикуем еще чем-то, Господи, мы пришли размышлять. О чем? О благости. Благость – это Его доброта, благость – это Его благодать, это Он, Его сущность, о благости Твоей, где именно? Посреди храма Твоего. Почему христиане посещают церковь? Сегодня, знаете, как-то больше людей подчеркивает свою индивидуальность, индивидуальную веру. Мы верим в душе, как-то мы вот самодостаточно, мы верим в душе, мы не хотим как-то соприкасаться. Просестры, хочу сказать, что мы не собрание людей, обладающих тайной или личной верой. Мы собрание людей, сделавших публичное исповедание своей веры, которая целиком полагается на личность Иисуса Христа, на Его Евангелие. Мы не собрание людей с личной верой, празднующих какую-то сокровенность этой веры, о которой никто ничего не знает. Мы собрание людей с открытой верой, публично исповедующих, что Иисус Христос это Сын Божий, пришедший во плоти, пришел в этот мир, умер на кресте и воскрес для нашего оправдания. Наше собрание сосредоточено на Боге. Мы собираемся для Его славы, мы собираемся вместе, чтобы через Его слово, которое звучит с этого места, могли лучше понять истину о Боге, о Его святой воле, о нашей жизни, о нашем назначении на этой земле. формы, братья и сестры, поклонения различные в течение всего периода, сколько существует народ Божий израильский существовал и сколько существует церковь. Но Бог позаботился, чтобы любая церковь, собранная вместе для поклонения, это было не какое-то, знаете, такое хаотичное или просто собрались, ну давайте, о чем поговорим, абсолютно нет. Собрание детей Божьих для поклонения имеет определенную ясную, четкую цель. Всегда в центре поклонения Богу было Его Слово. В центре поклонения всегда было Слово. С этого началась реформация, когда людей не было Слова и поклонялись человеком, людям, другим, может быть, идолам, саму себе, но Господь дал Слово, люди поняли, что Слово открывает Святого Бога. Пребывая здесь, друзья, именно в нашей церкви, в любой церкви, где физически собираются люди, друзья, у Бога есть замысел для меня, для вашей души сказать что-то в это утро, просто сказать вашему сердцу тихо и спокойно. И может быть, преимущество, братья и сестры, в том, что когда нам даже что-то не нравится, то, что говорится отсюда, ну мы физически не сможем, простите, клыкнуть и убрать или передвинуть на другого проповедника. И в этом, может быть, есть эта ценность, когда Бог хочет что-то сказать лично каждому из нас. Братья и сестры, поклонение, которое совершается на земле, всегда имеет свою цель прославить Бога. Я так благодарен, братья и сестры, за то, что служение наше, оно подготавливается. Готовятся проповедники, за которых нужно молиться, чтобы Бог благословил, дал им Слово, вдохновение, силу. И это не только ответственность проповедника, ответственность каждого из слушающих, потому что вера от слышания. И как важно, чтобы церковь молилась, Господи, благослови служителей, вдохнови, пошли силу Твою, благодать, мудрость. Братья и сестры, как прекрасно, когда в поклонении участвует вся церковь. Мы поем не потому, что мы просто хотим что-то выучить. Наши уста, наше сердце выражает благодарность Богу. Преклоняемся, любовь к Нему. Так прекрасно и рад, что в нашей церкви есть хор, который поет, и который превозносит имя Господа. И мы слышим, наслаждаемся этим пением и радуемся наше сердце и благодарить Бога. Я так благодарен, что есть возможность молиться вместе, братья и сестры, в тихих, громких молитвах, но есть возможность поклониться Богу, когда мы можем просто сказать, Господи, благодарю Тебя за жизнь, за спасение, за прощение, за то, что сегодня нахожусь в Доме Твоем и слышу Твое Слово. Братья и сестры, это прекрасное место, место, прекрасное время, для которого Господь собирает сегодня в церковь. Можно услышать такую фразу от некоторых людей, вы, может быть, слышали, может быть, сами когда-то ее произносили. Я сегодня ходил в церковь, но ничего там для себя не получил. Я сегодня ходил в церковь, но ничего там для себя не получил. Позвольте на это замечание сказать следующее. Но церковь не собиралась и не собирается ради вас и для вас. Ее назначение не в этом. Если вы пришли что-то получить, то вы упустили основную цель. Бог в центре нашего поклонения. Бог в центре моего поклонения. Книга пророка Исаия, 56-я, глава, 7-й стих. Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвой. Все сожжения и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Вот что испытывает сердце, которое поклоняется. Бог наполняет сердце. Я обрадую их в доме молитвы. Служение то, что мы делаем для других. Поклонение это то, что мы отдаем Богу. Служение это то, что нам дает Бог, чтобы мы давали другим людям. Поклонение это то, что исходит от нас силой Святого Духа для поклонения Отцу, Сыну и Святому Духу, братья и сестры. Поклонение то, что наполняет сердце мое и силой Святого Духа через стихотворение, через молитву, через слово, через пение хора мы отдаем и прославляем Отца и Сына и Святого Духа. Вот, что есть истинным поклонением. Пусть Господь обильно благословит. Хочу обратиться очень кратко к тем, которые редко посещают до молитвы. Уйдя сегодня, ответьте для своего сердца. Для чего христиане посещают церковь? И закончить текст Священного Писания этот слово хочу текстом, который мы начали. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Насажденные это не просто их принесли или поставили как горшочки, которые можно убрать. Насажденные они имеют свой корень. Когда вы посадили рассадочку или, может быть, знаете, цветочки, никуда друг от друга они не денутся, потому что имеют корень, правда? Вот так, говорит, показывают детей Божьих вместе. Насажденные, укорененные пускают корень, приносят плод, и есть результаты благословения и благоухания. Братья сестры, последствия будут благословенными. Когда-то на этом месте, которое вторая скамеечка свободная, когда-то находился, помните, наш брат Николай Васильевич и другие наши братья и сестры, которые ушли к Господу. Я как-то вспоминаю пятницу, Николай Васильевич здесь, воскресенье здесь, вечером здесь, я не знаю, когда его не было. Братья сестры, насажденные в Доме Господнем, имеют благословенную старость. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи. Для чего? Чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя и нет неправды в нем. История говорит и практика говорит, когда родители посещают только одно воскресное утро раз в неделю, следующее поколение их детей будет пропускать, может быть, раз в месяц проходить. Третье поколение детей, они не будут посещать церковь. Почему? Потому что они смотрят на своих родителей и берут пример своих родителей. Пусть поможет нам Господь быть мудрыми христианами, прожив эту жизнь на земле благословенно, встретив старость и передать доброе и прекрасное наследие нашим детям и внукам. Аминь. Давайте помолимся.